Здорово-здорово! Диков онлайн Если Домру мне не помешает Что-то уже подвисать начинает Потрясающе Так, здравствуйте, здравствуйте Ждем пока Ждем пока вы все войдете Или выйдете Попался, да Попался, это я Сейчас я вас малеха грузану, пацаны И девчонки Привет, Луиза Так, ну, всем, кто меня знает И мои постоянные Привет, я думаю, что непостоянных Судя по количеству онлайна Пока нет, это все потому, что в зеркало Я не показываю себя голова Но голову я себя в зеркало не покажу Потому что телефон стоит на зарядке Поэтому Я же Эврика, блин Все, пиздец, как это злая Все, привет, Эврика Не начинай мне тут женские истерики Так, короче Судя по онлайну Все свои Угарить в аду всем атеистам Точно Короче, у меня Сейчас будет Трактат серьезный Серьезный прямо трактат Связанный С построением бизнеса в России В нашей великолепной стране В которой собаки летают на самолетах За 40 миллионов рублей В нашей прекрасной стране В которой интернет проведен в каждую деревню И в которой все держатся С хорошим настроением Хоть и нет денег Но все же В этой прекрасной стране В которой борется с коррупцией И в которой нет места коррупции И в этой прекрасной стране В которой все телевидение Абсолютно независимое И свободное настолько Что прямо Пиздец Здорово Значит всем Собственно Мысль какая мне пришла в голову Ребята Вы короче все Спрашиваете меня По поводу Валера Ну когда Когда уже Когда Будет спортпит Валера Ну когда уже Когда Когда Будет одежда Ребят Давайте сейчас Вы не будете меня перебивать А будете внимательно слушать Потому что С мысли Я сбиваться не хочу А мысль очень умная Ну вот Вот так Значит Вы спрашиваете Про спортпит Вы спрашиваете Про одежду Я вам обрисую ситуацию Для того чтобы Запустить Непосредственно Производство Нужно Энное количество Миллионов рублей Причем Это касается Как спортпита Так и одежды То есть Для того чтобы Начать Отшиваться Полноценно Хорошую Качественную Линейку Из Качественных Материалов Точно так же Как и Если вы хотите Качественный Спортпит По доступной Для вас Цене По адекватной Да Но высокого Качества Чтобы сырье Было Чтобы сырье Было Соответственно Закуплено В нужных местах А не Говно Блядь Непонятного Качества С несоответствием Заявленного Уровня Белка Да То соответственно Нужны Интернет Эти вложения Считаются Примерно На уровне 5 миллионов И более Короче Вот Соответственно Определенная Сумма Денег Есть Я ее Набрал Определенной Суммы Денег Сейчас Не хватает В условиях Тотального Пиздеца Который Происходит Повсеместно Я могу Вам сказать Честно Что Как сказать Определенную Сумму Денег Нужно Еще Добрать Добирать Ее Из того Из того Что Как сказать Делается Собственными Усилиями На данный Момент Не является Возможным Вот Но Желание Запустить То О чем Идет Речь Присутствует Все так же Оно Никуда Не девается Вот Ну Давайте Будем Откровенны Сейчас Я Блять Обосру Абсолютно Всех Кто Сыт Вам В уши По причине Того Что Они Сут Вам В уши Я Расскажу Как Ситуация Есть На самом Деле Значит Заявление Аля Ребята Мы Мы Хотим Чтобы Спорт Пит Был Для Вас Мы Хотим Помогать Людям Чтобы Они Добивались Вершин В спорте Там Бля Бла 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 Это Пиздеж Я Честно Скажу Это Пиздеж Всем На вас Насрать Особенно Производителям Главная Блядь Идея Бизнеса В России Заключается В том Чтобы Задешево Купить И Задорого Продать Причем Чем Дешевле Я не буду Называть Фирмы Которые Так Делают Блядь Но Я Эти Фирмы Знаю Я Даже Знаю Блядь Грубо Говоря В чем Хитрости Прикол Закупки Сырья И В чем Хитрости Прикол Продажи И Почему Эти Фирмы Соответственно Держатся На плаву Вот Я Так Делать Не Хочу Это В принципе Ну Как бы Блядь Противоречит Здравому Смыслу Потому Что Кормить Блядь Кормить Людей Говном Вот Априори Как бы От Своего Имени Я Ну Как бы Не Хочу Вот Значит Так Есть Вариант Закупать Нормальное Сырье Есть Вариант В нормальном Месте Это Производить Но Кроме того Чтобы Это Произвести И Закупить Сырье Достаточно Много Денег Нужно Еще На То Чтобы Вложиться В тару Тара Тоже Стоит Довольно Больших Денег По причине Того Что Закупить Тару Так Значит Для того Чтобы Закупить Тару Нужен Довольно Таки Большой Объем Ее Закупить То есть Купить Тысячу Пакетов Или Тысячу Банок Не представляется Возможным Партии Там Считаются По 20 Тысяч Пакетов По Там 10 Тысяч Банок Каждой Фасовки Поэтому Вложения Вложения В банки И В пакеты Они Блядь Уже Переваливают За Несколько Миллионов Рублей Не Считая Средств Потраченных На сертификацию Продукции Ну и Не говоря Уже Блядь Про рекламные Компании И прочую Хуйню Благо Рекламную Компанию И прочую Хуйню Я могу Не организовывать Потому что Я сам Рекламная Компания И прочая Хуйня Вот Собственно Из этого Складываются Затраты На то Чтобы Это все Произвести Блядь И донести До вас Дальше В принципе Нет Невозможно Запустить Производство Пакетов Попробуй У себя Дома Запусти Производство Пакетов Ты как Все это Представляешь Пиздец Конечно Блядь Значит Блядь Не люблю Когда Смысли Сбиваете Значит Я сейчас Рассказываю Про порядок Инвестиций Видимо Не слушаешь Декстер Давайте Еще раз Я говорю Количество Вложений Для того Чтобы Блядь Поставить Это все На ноги Будет Ну на уровне Где-то Миллионов Десяти Блядь Не меньше Вообще Никак И ни разу Если вам Будут Рассказывать Что Можно Запуститься На миллион Рублей Это пиздеж На миллион Рублей Можно Сухое Молоко Дома Фасовать По целлофановым Пакетам Вот Соответственно Около Пяти миллионов Скоплено У меня Остальной Суммы Остальной Суммы Ее просто Нет Ее не хватает Соответственно Задача Кроется В том Чтобы Эту сумму Набрать Я В общем-то Долго Думал О том Стоит ли С вами Это обсуждать Или не Стоит Исходя Из Текущей Экономической Ситуации Но В принципе Поскольку Все у меня Здесь Перископ И люди Сидят Свои Я знаю Что Для начала Достаточно Закинуть Мысль сюда И посмотреть Что вы Скажете На это Все Так вот Так Так вот Собственно Почему Я решил К вам Сюда С этим Моментом Зайти У меня Есть такая Идея Идея Очень Простая Блядь Я устаю Банить Просто Сука Генеральных Долбоебов Этого Перископа Это очень Сложно Конечно Ты На самом деле Правильно Мыслишь По поводу Карты Сбера И 5 лямов Но Я думаю Что Речи О 5 лямах Не идет Но Речь идет О том Чтобы Предложить Вам Поучаствовать В том Что я Задумал Но Только Не за Просто Так То есть Есть Варианты Аля Американский Стиль Типа Привет Ребята Я хороший Парень Короче Скидывайте Все мне Деньги На карту А я Короче Сделаю Доброе Дело В такую Хуйню Никто Не поверит Хотя Это На самом деле И правда Есть Довольно Таки Понятный И прозрачный Бизнес План Того Как Осуществляется Все То Что Я Задумал Вот И Что Требуется От Вас И Что Взамен Я Вам Могу Предложить А могу Предложить Очень Простую Вещь Значит Первое Это У меня Сейчас Остатков Спортпита Примерно На миллион Рублей Ребята Не перебивайте Пожалуйста Слушайте Внимательно Я Как бы Сейчас Не глупые Вещи Вам Предлагаю Так Вот У меня Остатков Спортпита Сейчас Примерно На миллион Рублей Соответственно Для того Чтобы Начать Сбор Бабла В общем Достаточно Сбросить Только Карту Сбера Которая И так Все Знают Ну Вот И Предложить Условия Взамен Собственно Что Вы Переводите Что Вы Получаете Я Могу Предложить Вам Две Вещи Первая Вещь Инициативная И Как это Морально Элитруистическая А вторая Вещь Это Финансово Выгодная Значит Я Посчитаю Сколько Есть Свободных Мест И Грубо Говоря Люди Которые Переведут Сумму От Трех До Пяти Тысяч Рублей Мне На Карту Получат Взамен На Свой Выбор Спортпит От Того Что У Меня И так Есть То Формально Вы Просто Купите У Меня Остатки Спортпита Того Которые У Меня Есть Но Это Еще Не Все То Вы Переводите Там Три Пять Десять Тысяч Неважно Но Никак Не Меньше Кратные Суммы Например Взамен Естественно Даете Свой Адрес Все Свои Данные И Смотрите Список Спортпита То Что У Меня Есть Там Оптовые Цены Но Они Даже Не Оптовые Они Ниже Оптовых Цен Оптовиков И На Эту Сумму Вы Вы Выбираете Себе Спортпита Выбираете Себе Спортпита Не Все Вы Купили Спортпит Кроме Того Вы Поучаствовали Блять В Создании Того Что Я Сейчас Задумал Каким Образом Вы Получите Свою Именную Карту Вы Получите Свою Именную Карту Которой Потом Как Только Выйдет Спортпит Вы Сможете Соответственно Покупать Его Уже Не Через Магазин А Покупать Его Непосредственно От От Производителей По цене Оптовой По которой Его Будут Брать Магазины И так На Постоянку То есть Потратили Вы 3000 Рублей Вложились В Валерину Идею Получили На 3000 Рублей Взамен Спортпита Сразу Же И Блять Свой Номер Мы Закрепили Вас Взяли Ваш Имейл Взяли Ваши Контакты Как Только Будет Все Готово Мы Все Проанонсировались И Запустились Соответственно Вы Связывайтесь С нами Называйте Свою Имя Фамилию Называйте Свой Номер Соответственно И Автоматически Мы Вас Отгружаем Вам Уже Выбираем И вами Спортпит От нас Уже По Оптовой Цене Такую Херню В принципе Вам Никто И никогда Не Предложит Вы Понимаете Почему Потому что Ну Это Просто Нахуй Никому Не Надо Как Правило Есть Либо Какой То Инвестор Который Вкладывает Свои Бабки И Потом Эти Бабки Отбивает И Зарабатывает Либо Есть Несколько Инвесторов Если Говорить Про Меня У Меня Никаких Инвесторов Нет Я Сам По Себе Голодранец Бомжар Спортсмен Бодибилдер Ну И Просто Красавчик Вот Короче Собственно Мне Приятно То Что Вы Ставите Эти Кулачки Вверх Видимо Вы Понимаете Да И Просто Красавчик Видимо Вы Понимаете Что В принципе Я Сейчас Не Планирую Заниматься Наебаловым Да Ребят Так Шавкун Заткнись Ты Не В Счет Собственно Какое Время Будет Действовать Такая Мысля Я И В 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 Деньгам Которые Вы Переводите А В Замен Соответственно Вы Получаете Спортпит Это Будет Действовать Ровно Столько Сколько У Меня Будет В Остатках Спортпита Дальше Соответственно Суммы Кратные Там 3 5 10 Тысяч Переводить Будет Уже Не Нужно Суммы Будут Равны Тысячу Рублей Это Тысяча Рублей Позволит Вам Банку БЦА Опять же По оптовой Цене То есть По факту Получается Вы Вложитесь Сейчас В то Чтобы Помочь Мне Добить Необходимую Мне Сумму Вот Так Вот Я Рассказываю По поводу Того Что Дальше По факту Дальше Вы Вложитесь В то Чтобы Помочь Добить Мне Необходимую Сумму Для того Чтобы Запуститься Вот И Потом На Это Уже Вложенную Вами Тысячу Рублей Или Пакет Прота Или Глютамин Или Две Банки Креатина В зависимости От того Что Будет На Первом Этапе Короче Мысля Вот Такая Это Я Сейчас Обрисовал Очень Грубо Общую Концепцию Того Что Я В общем То Придумал Если Моя Мюсля Вам Понравилась То В Принципе Я Готов Вывешивать Все Это Подробно В Группе Расписано Пошагово В Валероне Вот Ну И Готов Соответственно Выгружать Бля Приятно Что Вы уже Готов Перечислять Ребят Ну Завтра Короче Я Все Тогда Скину Давайте Все Кто Сейчас Мою Мысль Уловил Отпишитесь Мне В личку Вконтакте Вот Обязательно Отпишитесь Вконтакте Я Объясню Для чего Помимо Того Что Я вам Сейчас Рассказал Как Саму Идею Я буду Переводах С фамилиями Да То есть Каждый Из вас Он будет Не только Пронумерован Где-то В каком-то Моем Блядь Мифическом Списке Он будет Выгружен В группу В день Перевода Сум Не важно Переведете Ли вы Тысячу Или Три Или Пять Или Десять В любом Случа Ежедневные Отчеты О том Кто из вас Перевел Сколько Перевел Вы будете Видеть Сами Друг Друга И вы будете Понимать Что Я не Лохотроном Занимаюсь Да Ну и в принципе Как бы Вы все-таки Меня знаете Я Наверное Уже Не первый день Существую На просторах Интернета И понимаете Что вы Не мифическому Персонажу Понимаете Помогаете Бизнес Да Организовать А вкладываетесь В то Чтобы Ну по большому Счету Вы не вкладываетесь Вы просто Покупаете Спортпит Блядь С отсрочкой Ну вот Можно не Спортпитом Могу Консультации Без разницы Гостюниным Не попахивает Ни в одном месте Если ты считаешь Что я гостюнин Не заходи сюда Просто больше И все Хаммер Тут я по-моему Никому не предлагал Блядь Вот И зарабатывать Миллионы По-моему тоже Никто из вас Не заработает На мне ничего Найти меня Валерий Живухин Вконтакте Можно Вот Я еще раз Объясняю Вы ничего На этом Не заработаете Вы вложитесь В меня Вы поможете Мне Стартануть Бизнеса Которым Сами же И спрашиваете Попрошайка Блядь Как хочешь Называй Блядь Только меня Все знают А ты никто С ником Даже который Не прочитать Привет Олечка Ну вот Соответственно В разговорах Когда идет Все для пацанов Да Как говорится Я попытаюсь Сделать именно так Как это и говорится Все для пацанов Чтобы Блядь Вы могли Покупать То что вы Хотите покупать За столько За сколько Вы можете Позволить Себе Покупать Номер карты Есть у меня На стартовой странице В перископе Но я попрошу Вас сейчас Засрут Если не выстрелят Мне насрать По поводу Засрут И выстрелят Не выстрелят Есть факт Я запущу Этот бренд Он выйдет На рынок А что там Должно выстреливать Блядь Я не очень понимаю Оптимум Нутришином Это не будет Но идея О том Что из этого Делать У меня есть Если Достаточное Количество Срез будет Получится Сделать Именно Хорошо И именно Недорого Потому что Я знаю Где покупать Сырье Потому что Я знаю Как Производить Потому что Я знаю Где Производить Бары Бахинки Нет Это ты Не ко мне Ты не понял Насчет Именная Карта Будет Даже если Ты тысячу Рублей Перечислишь То есть Ты в любом Случай Получишь Возможность Покупать Оптом Просто На стартовом Этапе На стартовом Сейчас Этапе Чем больше Вы переведете Тем больше Вы получите Принцип Простой Я же говорю Ребят Сейчас У вас Есть возможность Не просто Поучаствовать А еще И на эту сумму Взамен Спортпита Взять А ляма У тебя нет Я думаю Так Балабольством Не надо Заниматься Если есть Реальные люди Все пишите Мне в личку Ну Будем так Говорить На начальном Этапе Блять Мне В любом Случае Будут важны Те люди Которые Понимают Что я тут Ни хуйней Занимаюсь Ну вот Я и так Живу В шкафу В Нарнии Я и так Сейчас Без тачки Я и так Все деньги Вкладываю В подготовку И В принципе Единственную Основную цель Поднять Свой уровень До уровня Профессионала Будем так Говорить На это Требуются Большие вливания На это Требуются Куча времени Да и В принципе Весь образ Жизни Блять Уже давным-давно Перестроен Под то Чтобы Жрать Спать И Качаться Да Ребят Будут Будут Я же говорю Валерий Живухин Пишите мне в личку Значит Я сразу же скажу Если здесь есть Какие-то хейтеры Которые Будут Скринить Потом Переписку Например Да Со мной О том Что Вы там Переводите Там 3000 рублей Живухину На то Чтобы Блять Поучаствовать Блять В создании Бренда Спортпита Мне на это Поебать Я объясню Даже почему Я был первый Кто анонсировал Разговор о том Что вы можете Скидывать Донаты На мою карту Сбера Для того Чтобы я Выпускал Видео Была куча Говна Была куча Блять Людей Которые орали Попрошайка Бля Че за хуйня Через месяц У сосулькина Блять Уже такой же Блять Висел донат Висел такой же Номер карты Сбера Блять И уже Че-то никто Не кричал По поводу того Что он попрошайка Поэтому Ебал я их в рот Блять Все кому что-то Не нравится Блять Просто идут мимо И сосут Хуй в другом месте Ну вот Что касается Меня Блять Я придумываю Все первым Блять И выгружаю Блять Информацию Для вашего Так сказать Ознакомления Кто Понимает О чем идет речь Блять Окей Участвуем Кто не понимает Тоже окей Не участвуем Вот Так Ну Я очень надеюсь На то что В принципе онлайн Неплохой Кстати Я даже удивлен Я очень надеюсь На то что Вот из сидящих Сейчас здесь Восьмидесяти С лишним Человек Меня услышала Большая часть Людей Ребята Девчата Откровенно Говорю Про сто рублей Разговора не идет Честно Мне не нужно сто рублей Мне не нужно пятьсот Потому что я прекрасно понимаю Что десятками тысяч людей Ну Количество человек Переводов делать не будет Поэтому Просто так собирать бабки Мне нахуй не надо То есть Если вы готовы Переводить нормальные суммы Да И понимаете О чем идет речь Ну тогда Соответственно Тысяча Три Пять Десять тысяч На эти суммы Соответственно Вы будете В ответку Получать отгрузку Спортпита Того что есть И свою Карту для дальнейшей Короче Сотрудничества Со мной Вот А все соответственно Другие разговоры Аля типа Там кинуть Десять рублей Мне на счет Телефона Не надо Это я могу И сам Отправлять на лечение Куда Ну тоже на карту Сбера Отправляй Полечусь Где-нибудь В Израиле Вкратце Ты сможешь Посмотреть Запись Этой трансляции Сам Мирен Чувствую себя Хуево Как видишь У меня Из носа Текут сопли Голова Болит Да Трансляцию Я оставлю Удалять не буду Я даже Не сомневаюсь Что эта трансляция Сейчас Пойдет По всем Пабликам Все будут Это форсить Обсуждать Что Живухин Придумал Новую идею Но факт Остается Фактом Живухин Придумал Это первым Блядь И уже Все остальные Кто попытаются Это повторить Будет не актуально Вот А все Кто будут Пиздеть Про это Ну сделают Мне больше рекламы Спасибо Самирен Я тоже Вас люблю Мяу Мяу Да Прайс остатков Я в группе Выгружу Соответственно Исходя из этих Остатков Вы сможете Набирать себе На сумму Которую Вы переводите София Здорово Короче Ребят По большому счету Я сейчас Делаю Очень простую вещь Долгосрочно Собираю С вас Бабло На то Чтобы Блядь Добить бизнес И В принципе Открыться Это кстати Да Это Протеиновый Краудфандинг Блядь Точно Точно По большому счету Да Вот Вы вкладываетесь В банку БЦА Которую Получите Через Несколько Месяцев Блядь Или В пакет Протеина Ну вот А тем Кто на начальном Этапе Так вы Еще И в принципе В любом Случае Сейчас Еще Себе На сумму Вложенную Выберите Спортпита Из моих Остатков И в любом Случа Останетесь Довольны Не наебавшись Ну а Что касается Вообще Самой мысли Блядь Ну реально Я совершенно Не хочу Искать Никаких Инвесторов Блядь Я совершенно Не хочу Привлекать Никого В производство Нахуй мне Это надо У меня есть У меня есть Свое видение Ребят Завтра Выгружу Все в группе Пока что Все Давайте Пока вы Все здесь Сидите Потому что Ну такой Разговор Коммерческий Сегодня Выходит За бугор В любом Случа Буду метить Это Ничего Не Меняет Вот Пока Вы все Здесь Пока Мы тут Банда Вот Ну как бы У меня Большая Просьба Отпишитесь Мне все В личку Кто хочет Получить Взамен Бабла Просто Консультацию А не Спортпитом Не важно Пишите Мне в личку Кто хочет Получить Спортпит В обмен На бабло Пишите Мне в личку Вот Ну я не знаю Если есть какие-то Вопросы Связанные С тем Блять Ну как бы Там Что Как Вообще Тоже соответственно Пишите мне в личку Личка Валерий Живухин Вы все знаете Вот Я думаю Что К завтрашнему дню Я Выгружу Все это В таком В прописанном виде Как я это себе Вижу Ну и вот Соответственно Ну и номер Карты Сбера Каждый из вас Получит Соответственно Себе В сообщении Ну не я буду Отправлять Посад В конце концов Так что я думаю Что с этим Мы разберемся Вот Да ну Блять Ну а что делать Ребят Мы живем Блять В такой стране В которой Либо собаки За 40 миллионов Летают в самолете Либо ты Придумаешь Блять Хорошее дело И доводишь его Блять До того Чтобы оно заработало Вот и все Поскольку у меня Нету возможности Чтобы у меня Собаки летали На самолете Я думаю Что Буду все таки Блять Доводить идею До конца А как вы понимаете Ну я говорю 5 миллионов Это 5 миллионов Но их мне не хватит Ну тупо Не хватит Просто Я не смогу Реализовать то Что хочу Кроме того Я еще и Одежду собираюсь Запускать Ну то есть Я поеду Вот в Москву На следующей неделе Вот я нашел Наконец-то Блять Там где можно Это делать Качественно Ну соответственно Они требуют Объем Ну вам же Не будут шить Ребят Вы же понимаете Вот вы пришли Короче Говорите Я хочу двое штанов Шить Вам говорят Ну окей Блять 3000 рублей Вот те штаны Держи друган Ну а мне потом Эти штаны Вам как продавать За 3 их производить И за 3 200 Вам продавать Да вы даже так Будете кричать Что дорого Правильно То есть Для того чтобы Получить исходную Цену Низкую Нужно соответственно Блять И закупку Делать большую А чтобы выполнить Большой объем Ну нужны бабки Все очень просто Когда я Я когда первый Ну одна из первых Моих Попыток Зарабатывания денег Это Была продажа На все будет Скидос На все что я сейчас Мучу Будет скидос Для тех кто В принципе Поможет мне сейчас Это дело Довести до ума Вот Кстати что касается Там Боязни какой то Если вдруг Что то не проканает Блять Ну Считайте вы просто Спорт пиццей Купите и все Париться не о чем Можешь в Москве Встретить Заебись Тоже напиши Тогда мне в личку Тоже очень хорошо Вообще На самом деле Приятно Вот так вот Я понимаю Что вы сидите Из разных городов И у каждого Блять Ну нормального человека Есть желание Это кстати Очень хорошо Что не до конца Вымерло Желание взаимопомощи В людях Ну вот Потому что Блять Это пытаются Истребить в нас Очень активно Пытаются добиться Того Чтобы всем Чтобы всем На всех Было Насрать И относились Мы друг к другу Как волки Хотя даже волки Относятся друг к другу Значительно лучше Я вам хочу сказать Они тоже С таями ходят А мы Блять Как одиночки Ебаные Ну вот Красавчик В натураху Я тебе больше скажу Я уже модели Выбрал Уже отослал Их посмотрели Материалы Расписал Блять И Горилла ВР Там есть И Гасповские Там тоже есть Лекала Так что Блять Я именно так и делаю В чем пирамида Ты когда задаешь вопрос Ты пожалуйста Поясняй В чем пирамида Если ты говоришь Как пирамида Это значит Должен быть Какой-то сбор средств С обещанием на то Что потом ты получишь Какую-то прибыль Я тебе прибыль Какую-то обещал Не тупите Блять Слушайте внимательно Прибыли Никто не обещает Говорит Вложись И помоги Организовать бизнес Хочешь Помогай Нет Молча Сидишь дальше Блять В чем проблема Так Ну вот По поводу одежды Тоже объяснил Поэтому я же говорю Для того чтобы Делать нормальные Блять Цены Нужно Блять Изначально Закупать Хороший объем Хороший объем Чтобы вам отшили Блять Нужно нормально Денег Блять Вложить В производство Ну короче Как всегда Все взаимосвязано Вот А что касается Я вам говорил Когда начинал Щебень Продавал я Я нашел выход На карьер По добыче щебня Соответственно И дальше Строительная компания Которая Строила Дома У них было Своё собственное Производство Бетона Вот И они Этот щебень Закупали Для того чтобы Бетон Производить Вот Ну и соответственно Для того чтобы Элементарно Просто Можно было Выгодно Этот щебень Закупить А потом соответственно Нормально его Продать Я должен был Дать карьеру Хороший объём Поэтому Мне изначально Блять Пришлось найти Несколько Покупателей Для того чтобы Собирать Большой объём Заказа И потом На карьер Его отсылать А карьер уже сам Дальше переправлял Это по железнодорожным путям Вагонами На Приводящие пути Соответственно Заводы по производству Бетона Ну короче Блять Чё объяснять Тот кто бизнесом Занимался Тот наверное Понимает Что чтобы получить На что то Хорошую цену Нужно покупать Большим оптом Если не можешь Покупать Большим оптом Не сможешь Продавать То что ты Блять Покупаешь За дорого Ну то есть Не за дорого А так Чтобы ты мог На этом зарабатывать И ты будешь Будешь делать Движение Ради движения За 3 рубля Продал За 3 и 1 рубля Точнее За 3 купил За 3 и 1 продал Да ребят Именно так Именно так Я очень надеюсь Что вы мысль уловили Да Что на начальном этапе Вы просто покупаете Спортпит А дальше Ну вы же понимаете Что 1000 рублей Блять Для вас Это не такие Большие деньги Даже если вы В деревне Кукуево Живете Вот Вы просто С отсрочкой Блять Свою банку БЦА получишь Спортпит Развод Развод на бабло Хорошо Тогда держи Своё бабло При себе Ты молодец Ты выразил Своё мнение Мы тебя услышали В принципе Вот и весь Наш с тобой Диалог Привет 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 Да Наверное Братва Мне Я не знаю Сколько у тебя Банка Я не знаю Ребят Как сказать Насколько Это Будет Раздразительно Но я думаю Что если я Сейчас пойму Вот Я думаю Что если я Сейчас пойму Что моя мысль Воспринята Адекватно То Ну Вероятнее всего Эту мысль Я всё-таки Буду Периодически Повторять Поэтому Прошу вас Ну Не вываливать На меня За это Агрессию Вот По причине Того Что Ну Как бы Это Необходимость На странице Я у себя Выложу Прайс Да По остаткам Это совершенно Не сложно Я всегда Всё делал Сам У меня Поддержки Никакой Не было Вообще Вот Сейчас Понятно У меня Там есть Энное Количество Контрактов Но Я вам Объяснял Что Контракт Это Россия Ребята Поэтому Не надо Думать О том Что здесь Какие-то Знаете Невероятные Контракты То есть Я живу Только Кручусь Только За счёт Того Что у меня Этих Контрактов Несколько Мой Контакт А где Его В описании Указать Ребят Я буду Банить Я Нормально Всё С Хардбоди Сотрудничаем ВК Валерий Живухин Я не знаю Где его Указывать Честно Адекватных Честно Скажу Адекватных Днём Нет Вообще Днём Такое Количество Долбоёбов Заходит В мой Перископ Что я Не устаю Банить Если Будешь Как ООО Закупаться Тут Немножко Другая Схема Будет Работать Ну То есть Это я Сейчас Говорю Предварил Ты же Понимаешь Никакие Моменты Такие Ещё Я не Продумывал Значит Всё Очень Просто Одно Дело Отгружать Вам По оптовой Цене Просто потому Что вы Помогли Организоваться Другое Дело Вести Речь О каких-то Дополнительных Скидках Если будете Закупаться Как ООО Для ООО Понятное Дело Будет Градация По прайсу Закупка От Сталькита От Сталькита И там От Сталькита Вот это Всё Само собой Да Кстати Что я ещё Хотел сказать Ещё у меня Такая мысля Была Она К сожалению Пока что Сейчас Нереализуема Но Будем Говорить Честно Реализовать Её Я планирую В любом Случай Просто Сейчас Экономическая Ситуация Не позволяет Заниматься Альтруизмом Я объясню О чём я То есть Когда я Всё-таки До ума Доведу То что Я хочу Сейчас Сделать Да И доделаю Всё-таки И запущусь То по городам России Я в любом Случай Поеду То есть Ну Вы понимаете С семинарами Блять С дегустациями Там Ну со всей Хуйней Что вы любите Короче говоря Да И список Городов Где я Где я Тусану Вместе с вами Естественно Я Всё-таки Сформулирую Довольно-таки Большой Ну Такая мысль Есть Я её Никуда То есть Не убираю Просто Это Вынужденно Приходится Откладывать Я объясню Почему Потому что Как правило Такие вещи Проводятся За счёт Оплаты Принимающей Стороны То есть Оплачивают Перелёт Оплачивают Питание Проживание Встречу И так далее Но поскольку Блядь Я ещё раз Говорю Мы живём В стране В которой Только Собаки Могут На самолётах За 40 миллионов Летать У Блядь Известных Личностей Да В моём Случа Ну Это же Бодибилдинг Ребята Нищеброды Кругом Одни Магазины Спортпита Блядь Сейчас Еле-еле Блядь Живут И выживают Будем так Говорить По чесноку Соответственно Организаторы Таких мероприятий Это как правило Магазины Спортпита А сейчас Они такие мероприятия Практически Не организуют Потому что Им их не на что Делать Поэтому Это придётся Делать Всё за свой счёт Разъезжать Везде Договариваться И так далее Да Просто Чтобы сделать Сделать Блядь Для вас Что-то Толковое Да Шарите Вы наконец Уже Дошариваете До того Что Никто Для вас Ничего Просто Так Делать Не хочет Все Хотят Делать Только Что-то За бабки Вот В моём Случае Если я И буду Это делать Опять же На свои Деньги То это Будет делаться С целью Поддержки Блядь Того Что я Сейчас Организую То есть Просто С целью Промо И раскрутки Непосредственно Моего Собственного Бренда Вот и вся Как бы Логика Но По крайней мере Я говорю Если вы Сейчас Поучаствуете В этом И сможете Чем-то Дельным Блядь Помочь То Ну Возможно Что-то Толковое Получится Смысл Спортпити А почему Нету Смысла Спортпити Почему Я не могу Жить В одной Стране А иметь Бизнес В другой Стране Я вот Вообще Не вижу В этом Никакой Сложности Почему Я не могу Блядь Жить В Штатах Вещать Оттуда По всем Своим Каналам А раз В полгода Блядь Приезжать Сюда С мероприятиями И при этом Мой собственный Бренд Будет Замечательно Блядь Здесь Работать Если Как бы Люди Адекватно Ко мне Относятся Блядь И любят Меня Я вот Не очень Понимаю В чем Проблема Я еще раз Говорю Ребята Девчата Вы Прежде чем Задавать вопросы Которые Вам кажутся Очень Как-то Индивидуальными И умными Вы обдумайте Может быть Вы бред Собрались Спросить В данном Случае Вопрос Априори Не подкованный Он глуповатый Не буду Удалять Трансляцию Ну что Спрашивайте Давайте Почему Я хочу Переехать Ну потому Что Я хочу Вам сказать Что Перспективы Здесь С точки Зрения Профессионального Бодибилдинга Нет С точки Зрения Любительского Абсолютно Все Перспективы Все Отлично Рассмотрю Любые Перспективы Когда Запущу Да Ноги Перенес На завтра Сегодня Весь день Лежал Спал Лежал Ел Ну а что делать Ну Мне Есть На кого Все Оставлять Поэтому Я Не думаю Что Это Является Ключевой Проблемой Ну Ребят Давайте Будем По Чесноку Блядь Вот Смотрите Вот Банальная Ситуация Зачем Сейчас Пюр Протеин Делает Ребрендинг Что Там Блядь Ребрендить Ну Поменяют Они Сейчас Упаковку Они Так Торжественно Об этом Заявили Что Сейчас Упир Протеина Сменится Упаковка Но Это Не Только Упаковка Сменится Еще И Состав Да Какой Че Там Поменяется Блядь Какой Состав Честно Это Чистый Маркетинг Просто Поменять Упаковку Для Того Чтобы На Эту Упаковку Яркую Снова Смотреть Начали Чтобы Ее Продавать Вот И Все Да Я Уже Говорил Что Спортивную Одежду Производить Я Буду И Сумки Входят В Этот Список Островить Неплохая Очень Неплохая Продукция Да Я Еще Раз Говорю Ребята Оптовая Будет Работать На Постоянке Завтра Будет Хардкор И Вообще Хардкор На Точняк А Что Скажу Про Беларусь Беларусь Хороший Рынок Через Время И Этот Рынок Тоже Будет Работать И С Беларусь Естественно Тоже Как бы Работать Надо Да И Кстати Важный Момент Который Я Нагло Нагло Озвучу Но Тем Не Менее Это Факт В Отличие От Других Компаний Я Не Буду Я Это Четко Понимаю Что Это Не Нужно Набирать Какие Невероятные Команды Там Страницы Вконтакте Загружать Пачечку Этого Протеина И Говорить Что Блядь Сегодня Он Проснулся С этим Протеином А Завтра Он Ляжет С Ним Спать Просто Потому Что У 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 Каких Ты Блядь Еще Людях Потому Что Блядь Просто Тупо Этих Людей Столько Не Смотрят Вот В Спортпите Нет Конкуренции Вообще И Решил Я Это Еще Полгода Назад Где Ты Видишь Конкуренцию Спортпите Где Покажи Мне Пальцем Ребят Если Честно Это Выглядит Знаете Как Вот Есть Мем Короче Где Стоит Ламборгини Короче На светофоре А рядом С Ламборгини Стоит Автобус И Из Этого Автобуса Каждый Короче Что Озвучивает Про Ламборгини О Блядь Что Литье Не То Я Б Другое Литье Поставил Блядь Что За Цвет Цвет Он Так Унылый Выбрал Пиздец Вообще Говно Блядь Что То Он Ее Даже Как То Там Не Так Наполировал Ну Вот Автобус Серьезно То Ну Блядь Нахуй Мне Ваши Комментарии Про Конкуренцию Про Что То Если Вы В Этом Блядь Ну Как Свинья В Апельсинах Честно У меня Блядь Наверное Познание Немного Глубже Все Так Вот Блядь Давайте Так Если Я знаю Что Я В чем То Силен Блядь Ну Сука Наверное Я В этом Силен Да И У меня Есть На То Какие То Аргументы Если Я В чем То Не Силен То Я Тогда Спрашиваю С Английским Все Отлично У меня Второе Образование Переводчик Синхронистов Да Хвалюсь Почему Нет А Я Должен Закомплексованно Говорить Нет Я Самый Плохой Я Ничего Не Понимаю Я Тупой Я Неудачник Блядь Все Кругом Мои Конкуренты Все Мои Конкуренты Мои Партнеры Все Мои Партнеры Я Всех Уважаю Так Надо Говорить Да Блядь Заебали Кирюша Я Понял Ты Внимательно Очень Слушал Все Что Я Сейчас Рассказывал Просто От Самого Начала Трансляции Взахлеб Слушал Пока Да Но уже Сайт Зарегистрирован Уже Все Есть И Торговое Название Ну Я же Горю Дегенератов Будем Банить Как бы В принципе Блядь Ну Будем Откровенны 90% Населения Нашей Страны Это Дегенераты И Как бы В этом Нету Ничего Удивительного Блядь Поэтому От того Что они Оказываются В перископе И в моем Или в каком То другом Тут нету Ничего Удивительного Нет Гейнер Будет Обязательно На сложных Углях Есть уже Его рецептура Какой Нахуй Простые Угли Естественно Там Будет Естественно Компиляция Но основа Это Сложные Угли Нечего Про РПС Рассказывать Вообще Да Буду Кушать Еще Ребята О том Как важны Омега 3 И что Без них Нельзя Жить Вообще Это Все Пиздеж Блядь Без Протеина Блядь Без Креатина Без Омега 3 Можно Прекрасно Жить Можно Их Нахуй Нахуй Вообще Не Покупать Можно Не Пить Вообще Никакой Протеин Блядь Вообще Не Использовать Спорт Пит Суть То Совсем Вся В Другом Суть Совсем В Другом Суть В том Что Результативность Тренировок Слушайте Меня Да Мне Посрать На Него Результативность Тренировок Напрямую Зависит От Рациона Вашего Питания И Проблема Заключается В том Что Обогатить Организм Всеми Необходимыми Веществами Из Обычного Питания Просто К сожалению Невозможно Для Этого Спорт Пит И придуман Это Не Маркетинг Это Средство Увеличения Результативности Ваших Тренировок И Способ Обогащения Вашего Питания Полезными Нутриентами Что Будет Входить В эти Полезные Нутриенты Зависит От Поставленных Задач Но Как Правило Увеличить Концентрацию Белка В рационе Можно Только С помощью Добавления Туда Разных Видов Протеина Плюс Аминокислот Увеличить Скорость Восстановления После Тяжелых Тренировок Как Правило Можно Только С помощью Потребляемых Извне БЦА И Глютамина Увеличить Концентрацию Витаминов В организме Минералов А также Других Полезных Элементов И жирных Кислот Соответственно Можно Только С помощью Мультивитаминных Комплексов Мультиминеральных Комплексов А также Различного Вида Жирных Кислот Таких Как ЦЛА Омега Да И Ну Как Например ДА3К Аспарагинки Вот И вся Арифметика Другой Вопрос Что Ну Будем Так Говорить Все Зависит От Того Что Находится В составе Продукта Компонентов Из которых Этот продукт Изготовлен Но То Что Этот Продукт При Занятиях Физическими Видами Нагрузки Необходим Ну Блядь Это Уже Доказано Это Факт Проведено Куча Исследований С Плацебо И без Плацебо Где Уже Всем Объяснили Что Ну Как Вам Объяснить Блядь Что Результативность Просто Выше Но Это Не Значит Что Ее Нет Если Их Не Принимать Поэтому Вот Этот Пиздеж Про То Как Я Раньше Жил Без Омега Айяяй Блядь Теперь Надо Пить Омега Только С Омега Да Хуйня Это Все Жили Блядь Все Без Омега И Будут Жить Без Омега Блядь Но С Омега Блядь Просто Будет Лучше Организму Будет Просто Блядь Легче В Некоторых Направлениях Его Жизнедеятельности Ну Только И Всего Вот Без Воды Жить Вы Не Сможете Без Еды Жить Вы Не Сможете Без Спортпита Сможете Ценность Тренировок Снизится Вот И Все Для Этого И Делаются Эти Продукты Поэтому Я Хочу Делать То Что Я Блядь Ну Смогу Подтверждать Своим Именем Непосредственно И Ну Это Дорого Стоит Блядь Чтобы Это Все Сделать Это Дорого Стоит А потом Чтобы Это Блядь Раздвинуть Все остальное На рынке И Влезть В этот Рынок Который На самом То Деле Совсем Небольшой Рынок Этот Небольшой Это Вам Не Рынок Блядь Продуктовых Магазинов Или Это Вам Не Рынок Автозапчастей Да Которые Блядь Всего Лишь Спорт Пит Индустрия Совсем Небольшая По Меркам Нашей Страны Она Блядь Мизерная А Если Вам Рассказывают Обратное О том Как Тут На Миллиарды Тарится Пиздеж Все Умерло Давно Кое Как Все Выживают Ребят Даже Не Мыслю Пока Не Про Какие Переезды По Поводу Продукции Да Конечно Надо Торговать Везде Изготовление Ребят Изготовление Вообще Ничего Не Планируется Чтобы Изготавливать Нужен Завод А Завод Стоит Сотни Миллионов Долларов Речь Идет Только О том Чтобы Закупать Хорошее Сырье У Хороших Производителей Гидролизат Да Я хочу Чтобы Был Гидролизат Это Необходимая Вещь Либо Изолят Либо Гидролизат Потому Что На Хорошем Уровне Он Людям На Диете Просто Необходим Я же Не пью На Диете Сыворотку Я пью Только Изолят Поэтому Да Конечно Это Нужно Ну Че Братва Судя Потому Что Мне В личку Вконтакте Сейчас Отписалось Нное Количество Людей Часть Людей Меня Услышала Но Я так Понимаю Блять Что Часть Даже Из трансляции Далеко Небольшая Потому Что Сидит Вас Сейчас Слушает Меня 60 Человек А Сообщение У меня Всплыло Ну Не Более Десяти Вот Так Что Ну Мне Хотелось Бы Какой То Конверсии Все Так От Вас Реально То Если Надеяться На То Что Вы Здесь Все Проводите Время Исключительно Потому Что Вы Хотите Послушать Что Умного Или Неумного Я Взаимного Все Так Потому Что Блядь Ну Это Было Блин Это Было Бы Как Минимум Приятно Просто Понимать Что Как Б Люди Не Похуистичны До Конца Ну Вот Ладно Че Пойду Я Короче Кушать На Сегодня Блядь Серьезных Разговоров Хватит Ну С Прайсом То Взаимосвязи Никакой Нет Как Я Говорил Прайс Только На Первое Время Благородных Целях Ладно Давайте Че До Завтра Если Че Всех В личку Жду Давайте Пацаны До Завтра И Девчонки